Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляем с праздником, с днём, когда мы сугубо обращаемся к Царице Небесной, заслупнице усердной всего рода христианского, называем этот день похвалой Пресвятой Богородицы. От всяких нас бед свободи, да заверьте, радуйся, невеста неневестная. Особенно в эти дни нам так близки ни слова. От всяких нас бед, напасти и болезней. Сохрани нас, Пресвятая Богородица. И как правильно поступают те из нас, которые в эти дни не просто предаются праздности, смотрению различных развлекательных программ, а усугубляют свои молитвы. И не просто молитвы к небу, а просят Богородицу. Пресвятая Богородица, спаси нас. Это так важно нам, дорогие, сплотиться вокруг сегодня церкви, крестовой, вокруг самого Спасителя и его блечистой Матери, и Святой Богородицы. О, всепетая Матерь, рождшая всех святых, святейшее слово! Как удивительно мы обращаемся к Царице Девеста. Потому что через любовь к Богу, истинному Творцу Неба и Земли, мы познаем любовь к воплотившемуся Слову, о Котором сказал Господь. Настолько Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. И вот через то, насколько возблаговолил Бог прийти в этот мир и родиться от Пречистой Девы Марии, мы и познаем эту тайну, которая открыта нам через Царицу Небесную. Вот почему мы называем ее О, всепетая. То есть, кто не воспел тебя в своих молитвах, в своих воздыханиях, в своих просьбах. О, всепетая Матерь, которая действительно через обращение к ней столько родила святых. Рождение святых, это значит, появилось в мире столько людей, которые прославили Бога, а потом и прославились перед Богом, что их число не сосчитать. И мне хотелось бы в завершении сегодняшней службы, дорогие братья и сестры, остановиться лишь на всего нескольких строчках Акафиста, которые мы с вами сегодня слышали. «Радуйся, Церкви, непоколебимый столпик», о ком мы говорим, обращаясь к Богородице. «Непоколебимый столп заступницы нашей усердной Богородицы» и добавляем «радуйся, радуйся, царствие нерушимое стеном». Это та нерушимая опора, ограда, которую имеет наша святая Русь. «Радуйся, ей уже воздвижутся победы». Сколько людей, обращающихся к Царице Небесной, получали победу над врагом, победу над немощью, над слабостью, над болезнями. Вот и мы давайте усугубим нашу молитву к той, которая называется победой над врагом. И к ней прилагается в словах Ахахиста «Радуйся, радуйся, ей уже не спадают враги». Именно ее заслугничество. Сколько было примеров, когда, подходя к Москве, в городе Мельце, Тамерлан, который хотел уничтожить землю Руссу, видит явление Божьей Матери, Которая явилась ему во славе со святыми угодниками Божьими. И, убоявшись этого явления, он разворачивается и оставляет Руссу. Сколько свидетельств заступничества усердной Богородицы, Тех, которые просили ее, и были услышаны. И победа была на их стороне. Достаточно вспомнить образ Владимирской Божьей Матери, Казанской, Смоленской, Иверской. Сколько людей, обращаясь к Божьей Матери, Получали победу над своими видимыми и невидимыми врагами. «Радуйся, тело моего врачевание». Как важно нам в эти дни вспомнить о той, которая врачует наши недруги, Которая исполняет нас радостью исцеления. «Радуйся, души моей я спасения! Радуйся, невеста неневестная!» Она невеста, которая не была невестой. Она не была замужем, она была, есть и остается чистой девой. Невеста неневестная. «Радуйся!» И в эти дни, когда многие находятся сейчас в период непростого пребывания, мне хотелось бы обратить самое главное внимание всех вас, дорогие братья и сестры, на это слово, которое так часто мы сегодня произносили. «Радуйся! Радуйся!» Христиане в этом мире призваны к радости. И вообще православие – это религия радости. Невзирая ни на какие искушения, никакие беды, болезни, страдания, войны, мы призваны радостно встречать любое испытание на нашем земном пути. Почему? Да потому что мы знаем, что за пределами этой жизни победа. Победа, победившая мир. Христос, который умер на кресте, воскрес и нам даровал жизнь вечную. Я поздравляю всех вас, дорогие, с таким замечательным субботним завтрашним днем, который особенно призывается нас похвалить и прославить Матерью Божию, Пресвятую и Деву Богородицу. Вспомните в своих молитвах сегодня, постарайтесь даже ложась спать, засыпать молитвой. Богородица Дева, радуйся! Благодатная Мария! Вы слышите снова слово «радость»? Вашу скорбь применит сначала на спокойствие, а потом и обрадует. Радуйся, Благодатная! Господь с тобою! А что ж я так унываю? Что ж я так в одиночестве? Что ж я так тоскую, волнуюсь, переживаю, боюсь? Радуйся, Благодатная! Господь с тобою! Как же мне не обрадоваться от того, что Бог с нами! И потому, дорогие братья и сестры, хочу напомнить, что уже в это воскресенье день памяти преподобной Марии Египетской. Во вторник, 7 апреля, праздник, который особенно дорог многим и взрослым, и детям. Благовещение Пресвятой Владычицы Девы Богородицы. Уже ровно через неделю Лазарева суббота, а там и вход Господень в Иерусалим. Затем Страстная неделя и Светлая Пасха Христовна. Давайте помолимся, дорогие, чтобы Господь вот в этот период, может быть, двух недель помог нам общими молитвами растворить воздух, чтобы у нас нормализовалась ситуация с этими заболеваниями, по поводу которых введен у нас карантин и, может быть, наш регион. Мы сможем выморить, начиная хотя бы с нашего, более благополучного региона. У нас нет ни одного погибшего от этого вируса. Ни одного. Может быть, еще пойдем на убыль, и это позволит общими молитвами открыть народу Божьему храмы на Пасху Христову. Да как же без этой радости жить? Поэтому дай Господь нам усердный молитв, чтобы радость напомнилась наше сердце на Пасху Христову. Чтобы скорее мы возвратились в ритм обычной жизни, вышли на улицы и обрадовались Пасхой Христовой. Я всем вам желаю мира. Покажите этот мир среди тех, кто этот мир потерял. Христиане, обращаюсь к вам. Покажите тем, кто потерял сострадание и сочувствие, покажите любовь. Покажите свое терпение. Мы должны отличаться от всего безбожного и неверующего мира тем, что мы должны не только иметь в себе любовь и прощение, но и нести прощение и любовь людям. Конечно же, почаще обнимайте своих детей. Прижимайте их к своему сердцу. Они так в этом нуждаются. Представляете, нам, взрослым, тяжеловато это понять. А они как могут понять? Мама, почему нельзя? А вы прижмите к сердцу и прочитайте. Богородица делала радость. Да, о ней это расскажите побольше. Почитайте что-то доброе. И тогда они успокоятся и будут ближе к вам. А вы будете ближе к ним. Мир вам всем, дорогие. Божье благословение. Ангела-хранителя. С миром и зрением.